Российский офис Mitsubishi в ходе традиционной пресс-конференции подвел итоги прошлого года и объявил о своих планах на год грядущий. Так, 21-й японцы закрыли с небольшим минусом в полтора процента. Бестселлер марки кроссовер Outlander начал свои позиции потихоньку сдавать. А вот пикап L200, напротив, неожиданно для всех в продажах ощутимо прибавил. Я думаю, что это естественное развитие событий после вспышки коронавируса в 2020 году. В период локдауна спрос на автомобили снизился. Сейчас же продажи пошли вверх. Кроме того, L200 в прошлом году обновился. Он стал более привлекательным внешне, но при этом сохранил свою надежность, проходимость и экономичность. Что же до 2022 года, то Mitsubishi планируют нарастить в России продажи на четверть, до 35 тысяч единиц. В этом им должно помочь легкое обновление модельной линейки. В частности, Pajero Sport и Outlander получат новую мультимедийную систему. Кроме того, уже весной в шоурумах дилеров появятся новые специальные исполнения Outlander. А вот новое четвертое поколение кроссовера мы раньше 2023 года не увидим. К освоению новой модели пока не готов Калужский завод. О переносе производства в Петербург на завод Ниссана речь тоже не идет. Зато есть шанс, что вместе с традиционными бензиновыми и дизельными версиями к нам привезут и гибридную. Хотя окончательное решение еще не принято. Естественно, мы также несем ответственность за выброс вредных веществ в атмосферу. И нам хотелось бы, чтобы и в России направление экологически чистых автомобилей постепенно развивалось. Мы со своей стороны к этому готовы, но вопрос о сроках пока остается открытым. Других новых моделей Mitsubishi ждать в обозримом будущем не стоит. В том числе и семиместный минивэн Xpander, который японцы неоднократно обещали запустить в России. В наступившем году Mitsubishi продолжит ребрендинг своих дилерских центров. Еще 15 автосалонов освежатся в соответствии с обновленными стандартными. А вот новые точки японцы пока открывать не планируют.